Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. На торги в октябре прошлого года заявок не было, потому что земля по стоимости сопоставима завершением только двух домов. Объявленные в феврале торги на два дома тоже никого из застройщиков не заинтересовали. Сейчас чиновники хотят предложить землю не так далеко от центра или в Коминтерне. Аналогичная ситуация с капремонтом домов. В общественной палате ИО гендиректора фонда капремонта Андрей Горечевский рассказал, что больше половины торгов, которые объявляет фонд, приходится признавать несостоявшимися из-за отсутствия участников. Суммы не устраивают потенциальных подрядчиков. Программа Экономика. Налоговики отслеживают компании, решившие сэкономить на страховых взносах. Они могут в режиме реального времени определять организации с признаками подмены трудовых отношений, отношениями с самозанятыми. Об этом предупреждает Кировское управление ФНС. Анализируется периодичность источники выплат самозанятому, связь таких работников с бывшими работодателями и их клиентами. При подозрении на то, что работодатель решил сэкономить, переведя сотрудников на уплату налога на профессиональный доход, его предупредят о попадании в группу риска и предложат добровольно уточнить свои налоговые обязательства. При отсутствии реакции компания может стать объектом проверки со стороны налоговой и трудинспекции. Российское законодательство запрещает увольнять сотрудников и тут же брать их по гражданско-правовому договору в качестве самозанятых. Такие отношения возможны только через два года после расторжения трудового договора. Дети будут прибираться в парках Кирова за 5,5 тысяч рублей. В Кирове более 1200 подростков трудоустроят во время летних каникул. Они будут работать на благоустройстве парков, скверов и социально значимых объектов. Трудоустраивать будут детей в возрасте от 14 до 18. В первую очередь те, кто находится в социально опасном положении. На зарплаты от центра занятости предусмотрено почти 7,5 миллионов рублей. В среднем за месяц можно заработать около 5 тысяч. В завершении о валютах на сегодня. 73,68 рубля стоит доллар. Официальный евро – 90,10 рубля. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.